На стол сотрудники уголовного розыска выкладывают пакеты с травой. Тщательно расфасованная, она должна была перейти в руки клиентов. Но до адресата заказ всё-таки не дошёл. Полкилограмма курительных смесей изъяли полицейские. До дня в Череповце они задержали 28 человек, подозреваемых в сбыте и приобретении наркотических средств. За что задержаны? За сбыт курительных смесей. Поставкой наркотиков в городе Металлургов молодые люди занимались с начала года. Действовали по одной накатанной схеме. Связь с заказчиками держали через интернет. На сайте сообщали покупателям адрес тайника, где заранее прятали наркотики. Схроны всегда располагались в разных частях города. Оплата производилась с помощью электронного кошелька. Один пакетик миксов стоил примерно 1000 рублей. Сколько при себе было? 278 пакетов, то есть 70 тысяч грамм. В ходе реализации данных оперативных материалов в конце марта, в течение нескольких часов было задержано 20 лиц, которых именно прибыли к данным закладкам с целью получения этого наркотика. Также задержано 8 лиц, которые непосредственно являются как организаторы, так и лица, способствующие реализации. В настоящее время возбуждено порядка 13 уголовных дел. Пять уголовных дел возбуждено в отношении непосредственно сбытчика. Трое лиц основных из данной группы арестовано. По словам полицейских, наркотики приобретали в основном молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Как правило, студенты. Собственно, на это и рассчитывали организаторы. Реклама миксов как раз располагалась возле учебных заведений. И, как выяснили следователи, ее распространением занимались отнюдь не сбытчики курительных смесей. Как у нас появляются на различных зданиях, заборах адреса, сайты, где можно эти смеси приобрести, они также использовали наркозависимых для распространения данных адресов. За что наркозависимые получали бесплатно определенную дозу наркотиков. Также было установлено, что спайсы поставлялись из крупных регионов страны – Санкт-Петербурга и Москвы. И уже сейчас можно сказать, что в Череповце полицейские перекрыли целую сеть торговли наркотиками. Оперативники работают в этом направлении и в Вологде. Где в последнее время также активно рекламируются курительные смеси.